Здравствуйте, меня зовут Елена, я основатель компании English for Me, а также автор нескольких видеокурсов по подготовке к международным экзаменам TOEFL и IELTS. В сегодняшнем видео расскажу вам про визу F1. Она интересна всем, кто пытается быть студентом в США и кто будет подавать на нее последствия после поступления в какой-то вуз, будь то бакалавр, магистратура, MBA, PhD, неважно. Я расскажу сегодня, можно ли на этой визе работать, если можно, то как, что можно сделать, чтобы ее потерять, что с ней делать дальше после того, как вы выпуститесь, как ее получить и, в принципе, весь процесс от сегодня вы еще не в США и до того, когда вы выпуститесь из своей программы. Это интересно тем, кто не только собирается там учиться, но и тем, кто там уже учится, те, кто там раньше учились, пытаются заново туда приехать учиться и так далее. Во-первых, если вам уже когда-то не давали визу F1, это не значит, что вы не получите ее снова. Это вот часто вопрос, который нам спрашивают. То есть подавали там три раза в каком-то другом году, ну, сейчас прошло несколько лет, вот как бы думаем вообще, может, у нас поставили крест. Не факт. То есть виза F1 отдается именно в связи с вашим поступлением в определенный вуз. И из-за того, что вам не дали визу F1, это может даже значить, что просто не доверяют вузу, в который вы поступали. И у него плохая репутация. Допустим, в прошлом они туда привозили студентов, потом эти студенты превращались в бомжей или террористов или еще кого-то. То есть вообще виза F1, она такая, ну, странный такой зверь, да, и о нем очень много каких-то домыслов и недопониманий. Поэтому сегодня я расскажу вам о своем опыте. То есть я именно по визе F1 уехала в США и потом впоследствии там осталась. Поэтому расскажу все, что знаю. Также я сотрудничаю с компаниями, которые занимаются визами, довольно сложными кейсами визы, и не только F1. Если вам это интересно, то обращайтесь, смогу помочь. Также, естественно, в любом процессе в поступлении мы можем вам помочь, будь то подготовка к экзаменам, будь то подбор вузов и любые другие вопросы. То есть написание эссе, мотивационных писем, рекомендаций и так далее. Поэтому обращайтесь. Сегодня все-таки про F1. Это виза, если вы почитаете на сайте US Immigration, которая специально предназначена для людей, которые едут в США с целью обучения. Это должна быть долгосрочная программа. То есть ее не дают на месячную программу. Там специально другая виза используется. То есть вы должны поступить в ВУЗ или в колледж, как бы говоря. И это должно быть полгода, год, такие долгосрочные программы. Для этого вам ВУЗ даст специальную форму, которая называется I-20. Он вам ее даст только после того, когда вы подтвердите университет, что вы собираетесь именно в нем учиться. У вас не может быть 10 форм I-20 с 10 разных ВУЗов. То есть этот университет, он специально подает в миграционную службу документы для того, чтобы получить эту форму I-20, и ее вам присылает. То есть это что-то вроде приглашения, но не просто приглашение написано от руки клерком, а это приглашение, действительно, которое уже прошло проверку в специальной службе миграционной. Поэтому когда вы его получили, у вас эта бумажка на вес золота. Это бумажка та, которая вам именно позволит подавать на визу F1. Без нее вы как бы не котируетесь, как студент. Это говорит о том, что вы приняты, что он полностью проверил там вашу иммунизацию, что у вас есть прививки нужные. То, что он проверил то, что вы финансово потянете. Кстати, это ответственность ВУЗа, поэтому они хотят, чтобы вы финансовые бумаги приносили. Вы в посольство тоже принесете финансовые бумаги. Тут факт, что у вас уже есть I-20, говорит о том, что ваш ВУЗ это уже проверил. То есть это проверяют. Там, естественно, что вы поступили, что у вас адекватные оценки, тесты сданы и так далее. То есть вас уже приняли, то есть они хотят вас видеть там в сентябре, например. Дальше вы берете эту форму I-20, посольство подаете, там пакет документов целый, там будут бумажки о том, что, допустим, ваши родители или вы сами готовы себя спонсировать, вы можете это доказать, у вас есть квартира или еще чего-то. Потом вы показываете, что вы намерены вернуться сюда, в свою страну, у вас есть какая-то собственность, у вас есть какая-то семья. Потому что все-таки F1 не считается как повод для эмиграции. Поэтому они проверяют это. Мне один раз даже на MBA не дали визу, когда я посредине MBA программы. У меня еще был год в MBA, у меня квартира, снята машина, стоит во дворе своей квартиры. Мне просто не дают эту визу. Я иду, через месяц подаю, мне через месяц дают. То есть реально бывает, вот просто попали на какого-то клерка, которому не понравились ваши глаза. Или он там бывший морской пехотинец, и он вообще там не любит нестриженных бородатых мальчиков. Или там, не знаю, не любит хиппи девочек. И вот прям раздражайте его. Для этого и как бы собственно есть такой период, что в течение месяца вы можете там уже переподавать. Обычно там очередь как раз на месяц вперед, то есть вы в следующий раз когда сможете подать это через месяц. Поэтому вам, естественно, нужно подавать месяца за два, за три. У меня знакомые там подавали с четвертого раза визу дали. То есть поменяют какая-то политическая обстановка, изменились какие-то там бумажки, которые они подавали, что-то еще, там настроение изменилось у этого клерка, они просто на другого клерка попали, и они прошли. То есть то, что вам отказали в прошлом, не значит, что вам откажут в следующий раз. Если только у них на этом нет каких-то очень обоснованных причин. В моем случае мне отказали, потому что у них был грюк в системе, они не могли найти какие-то данные, им показалось там что-то еще. В следующий раз я пришла, они просто автоматом дали во время собеседования уже эту визу. То есть я на следующий день ее уже получила в конверте от мальчика, который меня привез домой. Вот. Далее вы приезжаете с этой визой. У них там написано, что несмотря на то, что вам дали визу, ваш человек на границе, когда вы прилетаете в любой порт, пусть Майами, Вашингтон, Нью-Йорк, не важно, он вас проверяет, и он уже в этот момент еще имеет право вам отказать. И в этот момент он принимает решение, что можно ли вас уже сейчас отпускать или нет. Он может связаться с вузом, может спросить, где останавливаться, может еще кучу у вас вопросов спросить. Ну, в общем, если вы прошли этот паспортный контроль, вы уже все. Молодцы. Далее. На этой визе нельзя работать. То есть вы не можете пойти устроиться на работу где-то. Но на ней можно работать на ваш вуз. То есть вы с вузом договариваетесь с типа стипендий. Если это graduate assistant, например, в MBA у меня было, то это вообще автоматом делать. То есть они все это сами организуют, они не знают об этом, то есть вам ничего не нужно в вузу объяснять. Они, конечно же, не хотят попасть ни в какие проблемы с эмиграцией после того, как там были террористические акты, которые были сделаны террористами, которые приехали на студенческую визу. То есть это все очень сейчас стало четко, сложно. Все очень прекрасно понимают это. И там клетки трясутся за свою работу и очень боятся, что ты нарушаешь. Поэтому они сразу берут номер 8800, звонят своим там консультантам в эмиграционную службу и с ними общаются. Можно так сделать, нельзя. Но вот этот процесс по iPhone, он очень стандартный, они эти бумажки штампуют целыми днями. То есть вы приезжаете, вам тоже нужно прийти к этому клетку, сказать, что я здесь. Они делают отметку на вашей форме I-20, вы отправляете эту I-20 в эмиграционную службу, они там что-то тоже смотрят. И потом вы с этой I-20 живете, это ваш паспорт. На основе нее вы там можете еще какие-то документы получать и так далее. Но работать вы можете, но только на свой вуз и максимум 20 часов в неделю. Но это достаточно много. То есть если мы говорим о graduate assistantship, вы получаете MBA образования в момента 20 часов работы. Когда я так делала, я посчитала, что я зарабатывала в час чистой прибылью 45 долларов в час, когда я работала. И при этом я работала даже меньше, чем 20 часов. То есть я еще больше зарабатывала. Но если брать чистыми, да? А для того, чтобы на карман получить 45 долларов в час, нужно зарабатывать где-то 65 долларов в час. То есть я зарабатывала столько же, как врач или юрист или еще что-то. То есть это было неплохо, достаточно неплохо. Если вы в бакалавре учитесь, вы тоже можете на определенной должности наниматься, только вы должны сразу говорить, могу максимум 20 часов. Но вас никто и не возьмет. То есть в обмен на стипендию вас больше, чем на 20 часов, и загрузить просто не имеют права. Будь вы там даже не международный студент, а локальный, просто не могут. И вы не можете работать, например, на двух работах, общей сложностью превышая 20 часов. Поэтому зачастую вам надо будет подписывать бумажку каждые две недели, показывать, сколько часов вы проработали. Как только это превышает, чем 40 часов за две недели, то есть 20 часов в неделю, вам снижает объем вашей работы. Если вы там в двух местах работаете. Работать можете где угодно. Вы можете быть resident advisor, это типа вожатого, который на кампусе следит за порядком на его этаже и развлекуху всякую студентам устраивает. Может идти работать на профессора, проверять домашние задания и за него вести его курсы, что, собственно, делала я. И в бакалавре, и в магистратуре. Можете работать там в какой-нибудь компьютер-лаб, вы просто там сидите, проверяете, когда люди приходят, чтобы они не портили компьютеры. Множество, множество, множество есть возможностей и трудоустроиться на кампусе. Поэтому то мнение, что с F1 нельзя работать, оно как бы ошибочно. Вы действительно можете заработать и нехило, просто не работая вне кампуса. Вы должны и так договориться со своим вузом, у вас, может быть, есть какие-то особые знания, может быть, вы в IT разбираетесь, или очень хорошо знаете Excel, или классно работаете с какой-то аппаратурой для фотографа. У них, например, курсы для фотографов как раз есть, и вы с профессором договоритесь, что вы будете на него работать, а он выбьет бюджет от этого дела. То есть у каждой кафедры у них есть определенное количество студентов, которые не могут нанимать. Вам просто надо походить, поузнавать, ну то есть не стоять, не ждать, пока он что-то предложит, а прям поискать. В кафетерии можно работать. То есть там есть такие престижные работы, типа профессора, а есть такие не очень престижные. Конечно, лучше на престижной работе, потому что вы потом еще это напишите в своем резюме, что я тут уже как бы вообще 2-3 года имею рабочего опыта. Далее. F1 подразумевает, что вы можете работать летом и после выпуска. Если вы работаете летом, называется CPT. Для того, чтобы получить CPT, у вас должен быть какой-то курс, который вы берете, который предполагает практикум, который предполагает то, что вы будете работать, и вы не получите зачет по этому предмету, пока вы не пройдете практику. Например, у меня был какой-то там курс в MBA, что-то связанное там с маркетингом. Мне нужно было сделать маркетинговое исследование внутри компании, сработать как консультант внутри компании. Я вот это дело нашла работу на лето, я все лето работала. Ну и хорошо заработала, и было весело, интересно, и опыт, и как бы не нарушала закон. Это очень важно, потому что без этой визы вас просто не возьмут на работу ни одна нормальная компания, потому что они не хотят проблем. Дальше у вас есть OPT. OPT это после того, как вы выпускаетесь. Это не краткосрочное, типа в Новый год у вас месяц каникул или летом, а это именно после выпускного вам дается на год, может быть на два, в зависимости от того, у вас MBA, или у вас там Science, или PhD, или что. После бакалавра дается точно год, после MBA точно дается год. Остальные программы сами проверяйте. То есть обычно два года дается только в науке, потому что там какие-то исследования, они могут быть долгосрочные, и вас берут сразу на контракт на два года. Поэтому понятно, что им нужно сразу визу на два года, иначе просто они не смогут найти работу. Этот год дает вам шанс прийти в компанию и сказать, у меня есть виза на год, за этот год я хочу вам показать, что я классный сотрудник, и меня стоит спонсировать на рабочую визу. То есть это вот ваша лазейка. При этом я рекомендую в это время не выезжать из страны. Потому что если вы выезжаете из страны, вы заново получаете новую визу. Как только вы въехали в страну, вам виза больше не нужна. Например, у меня была студенческая виза на год, я приехала, и в стране было три года. Почему я могла это делать? Потому что когда вы внутри страны, вы обновляете статус. То есть вы берете свою эту бумажку i20, и говорите, я никуда не выезжаю, но у меня заканчивается срок разрешения здесь поставить. Мне, пожалуйста, еще один штаб, что я все-таки еще пока что здесь студент, что меня не отчислили, что я продолжаю платить, и что я в следующий год буду здесь. Я вообще летом собираюсь здесь остаться. Они говорят, окей. Для того, чтобы вы летом там могли остаться, вам нужно заниматься летом. То есть вы должны платить вузу и брать какие-то курсы. Либо вы получаете вот эту CPT. То есть вы идете к профессору и говорите, знаете, я хочу летом работать, вы можете придумать какой-нибудь курс, который я у вас возьму, который, например, подразумевает самостоятельное исследование. Мы договоримся, что я его беру летом. Ну, у них бывают стандартные такие курсы, а бывает, что профессор под вас делает. Типа вы делаете independent study или research project. То есть вы делаете какое-то исследование или лично какую-то тему изучаете, и для этого вам нужно работать на компанию. То есть это все можно договориться. Это все легально. Не надо это предлагать, как будто вы там что-то пытаетесь замутить. Это все легально. Вот. Он вам это делает. Вы остаетесь на лето, работаете с CPT, зарабатываете деньги, одновременно получаете кредит какой-то от вуза. Ну, кредит в смысле, кредит по-американски. Это значит, что вы, допустим, закончили какой-то курс, да, трехмесячный, у вас упало три кредита. Для того, чтобы вам выпустить, нам вам нужно 120 кредитов. То есть это как бы баллы или поинты в счет вашего образования. Ваше образование весит 120 баллов. А каждый курс, который вы берете, это три балла или там пять баллов и так далее. Вот. Вы тогда регистрируетесь в своем вузе на этот курс, платите им деньги за то, что вы учитесь, но одновременно зарабатываете. Поэтому это окупается. Ведь это есть смысл делать. У вас будет опыт, вы быстрее закончите вуз, потому что у вас будет больше этих кредитов. Вы в общей массе все равно останетесь в плюсе и в деньгах в том числе. Ну и плюс вам не нужно ездить туда-обратно, не нужно тратить деньги на билет. Вы можете на эти деньги попутешествовать по стране. То есть я вот за это. То есть если уже приехали, то возьмите от жизни все, все, что вы там можете получить. Просто большинство людей об этом не знают, они уезжают домой, а потом летом опять подают на визу, тратят на эти деньги. В общем, необязательно это делать. Когда вы внутри страны, вы просто меняете статус, вы не получаете новую визу. Если вы звоните там в иммиграционную службу, они уже им надоело объяснять, что you don't need a visa, you need a change of status. То есть мы находимся в статусе F1, вам нужно его просто продлить. Вам ставят новый штамп на вашу i-20, вы опять отправляете им туда, они говорят, окей, еще на год мы от вас отстали. И возвращают вам эту бумажку обратно. Вы опять с ней год, счастливо себе там живете. И так делайте, ну, настолько, сколько вам раз это нужно делать. Но в особенности, если вы хотите съездить домой, не делайте это в последний год. То есть вы в этом году выпускаетесь, вы понимаете, что сразу после выпускного вы никуда не едете, вы меняете свой статус F1 на OBT, и вы начинаете работать на вот таком специальном статусе. А после того, как вы работаете на OBT, вы просите, чтобы компания вас проспонсировала, они вас проспонсируют там на H1, B1, и на этой H1, B1 вы будете потом сразу же менять статус OBT на H1, B1. Опять же, не надо выезжать из страны, потому что уехав, у вас совсем уже другие условия. Вы начинаете реально подавать на визу. Вам этого не надо, вы просто хотите менять статус. Вот это то, что нужно знать про визу F1, это действительно как путь к жизни за границей, если это то, чего вы хотите, путь к миграции через рабочую визу и через транзицию эту рабочую визу через OBT. Если это видео вам было полезно, если это было действительно так, то ставьте лайк. По вопросам пишите в комментариях, а лучше всего обращайтесь по ссылке в описании этого видео к нашим партнерам, которые помогут вам со всеми визуными вопросами. Желаю вам успехов. Если вы еще только готовитесь, только собираетесь, обращайтесь, мы будем рады вам помочь по изучению английского языка, по подготовке к тестам. И сегодня я вам дам еще подарок. За то, что вы досмотрели видео до конца, я предлагаю вам 10% скидку на мой видеокурс. Просто пройдите по ссылке. Это будут курсы видео и Toyful IELTS. Выбирайте тот, который вам подходит. Жмите на ссылку, оставляйте заявку. Менеджер предложит вам 10% скидку на прохождение этого видеокурса, чтобы вы могли сэкономить не только свое время, но и деньги, занимаясь самостоятельно по этому курсу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok